Башкирия В плей-офф вышли 16 коллективов. Четыре команды аутсайдера также не остались без трофеев. Между ними был разыгран кубок Майорова. Мы в этом хоккейном сезоне сделали плей-офф до двух побед. И уже игры стали такие интересные. Непосредственно зрителям было очень интересно непредсказуемость вот этих игр. И до последнего момента, даже если вы видели игры финальные, что там приходилось играть третью игру, потому что счет в серии был 1-1. И в третьей игре серия, то есть команда «Транс Терминал» выиграла золотые медали и завоевала кубок любительской хоккейной лиги. Организаторы чемпионата отмечают, что уровень игроков с каждым годом растет. Команды стали серьезнее относиться к подготовке и теперь берут уроки у профессиональных наставников. Коллективы арендуют лед и приходят на тренировки пару раз в неделю в свободное от работы время. В итоговый состав команды набирают лучших игроков. Те, кто не прошел, тоже не обижаются, ведь многие тренируются для своего удовольствия. Нефтедобытчики есть, которые вообще не катались на коньках. Но они ходят, тренируются, тренироваться ходят, но играть им пока тяжело, сложно. Потому что хоккей – сложный вид спорта. Там опора другая, еще шайба, еще плюшка, еще надо и руки правильно, и на коньках правильно кататься. Заниматься ходят, но они довольны, что ходят. Один у меня говорит, я похудел на 14 килограмм. Представители любительской хоккейной лиги Башкортостана рассчитывают, что в перспективе лучшие игроки ЛХЛ смогут попасть в ряды профессионалов, как это бывает за океаном. Но пока это только планы. Однако сами любители уже перенимают правила игры профессиональной лиги. Идет поступательное развитие. Это очень интересно, потому что даже многие не знают, знают, не знают, но уже сейчас команды начали вести трансферную политику. То есть ты действительно смотришь, люди идут переговоры между собой для того, чтобы привлечь игроков из одной команды в другую. И уже появляются такие профессиональные нотки в любительском хоккее. Как признаются любители, хоккей добавил драйвов в их жизни. Об усталости они не думают, когда после рабочего дня едут на тренировку. Зато видят горящие глаза своих детей, когда те приходят на игры поддержать своих отцов. Кстати, хоккеисты отмечают, что изменилось их отношение и к юлаевцам. Если раньше они, наблюдая игру по телевизору или с арены, ругали игроков, то сейчас, встав на коньки, начали относиться к ним с пониманием. Когда встаешь на коньки, одеваешь там эту амуницию, там 20-килограммовую, на коньках еще и клюшка, еще и шлем, еще и маска, ничего не видно, да, то очень тяжело. Это не так-то просто. Продолжение следует...